друзья здравствуйте все всех раз как говорится видеть сегодня мы начинаем с вами пятничный стрим пятничный стрим сегодня посидим потарах и поболтаем устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра сегодня у нас будет римчика обсудим новости игровые новости кино связанные с играми в том числе небольшая новости и технически также я думаю будет рубрика авито авито хорошая вид они не как там то рубрика была хреновая которую я когда-то экспериментально вводил забыл уже неважно самое главное что не то будет вот дмитрий межанов давно тебя не было примет дмитрий данил старшина владислав все всех здравствуйте здравствуйте андрей зайцев артем днфер стириум тем добренького дня м с доз в общем то день хорошо прошел поработал я на славу а вот работа отлично и рачил сегодня на нормально и в подвале похерачить успел но подвалы современных зданий они конечно сильно отличаются от любой другой советской застройки это совершает совершенно иное технические этажи посетил уж там по освещаем технический этаж там авария была по воде там нужно было технику запаять трубы чуть какие-то там вентиля он делал там надо было запитать ему приборы его твой голос тихо дублируется с задержкой страшное дело привет где dark souls где стрим среду мужик сказал мужик сделал кто ты после этого мудила с нижнего тагила хорошего стрима спасибо за донатик ну я сказал что возможно возможно будет в среду но поскольку работы было очень много то есть я почему и братство не хотел особо что как и говорил работы может быть очень много то есть возможно задержки на работе возможно многое чего поэтому в среду среду не получилось вообще абсолютно потому что полностью вся неделя была максимально загружены максимально поэтому скорее всего если получится если опять же работы много не будет то как бы субботу воскресенье субботу воскресенье там не должно быть особо много дел я попробую постараться либо в субботу либо воскресенье поиграть вот и все олег благодарю вас за ваше творчество подскажите пожалуйста развеете домыслы многих людей из интернет-сообщества правда ли что вы со светлами будете создавать семью это донатике вот это я поражаюсь его бы у вас такие домыслы я не знаю но скажу вам чуть полнейшая конечно как прошла рабочая неделя отлично прошла хорошо привет брать с развить привет дойду привет братом от тебя тоже видеть рабочая неделя прошла крайне хорошо всем добрый вечер олег привет привет павел приятного просмотра вот и приходишь к работаем занимался всяким я вам одно скажу вот я записал на работе несколько видео опять на iphone по электрике по работе хрен его знает когда руки дойдут до монтажа потому что во первых с айфона файлы обрабатывать крайне неудобно не знаю sony vegas дичайшие тупит тормозит вылетает на когда обработкой занимаешься вот именно вот этих вот файлов с айфона это неудобно совершенно но не знаю если руки дойдут до монтажа и успею на выходных на выходных тоже работаем у меня достаточно то сделаем во первых я занимался восстановлением электро щитов некоторых есть у меня дом в моем подчинении один тоже новостроечка там года шестнадцатого или семнадцатого он по стройке но по электрике максимально всраты максимально у ебански сделаны щиты хуже этого дома нет ничего кот на с этого дома постоянно заявки блять про отгоревший новый там или еще конь хуйню к вам в квартире света нет там вот эта вся хрень приходишь и там 0 отгорел на хрен чеки там в орехах в этих а там блять ёбаные сиповские проколы стоят там блять такое дерьмина сука вот так собрать щит могли только криворукие блять кривожопы на хрен из говна и палок из того что оставалось вода щиты собирали в этом конкретном доме то что он у меня есть один такой в подчинении домик остальных домов такой проблем вообще нет потому что там щиты собраны ёб твою мать как там сто лет нахуй будет стоять щиты и нихуя ему не случится а этот будет мозги ебать о чем зря я небольшое видео снял вот небольшое видео снял там сделаю потом я снимал еще там какие-то видео по электрике по технике но это я не знаю дойдут руки сделаю на загружу на этот лайв канал вот моффайл много на прок ругается мне но там качество хорошее но там вот именно знаешь загружаешь вегас блин вот процессор стоит топовая 7 да вот дорогущий современный а и 7 последнего по колену предпоследний час уже 12 но этот одиннадцатого и боишь видеокарта мощная 1070 ну просто невозможно с этим форматом работать то есть ты его запускаешь в вегасе и вот этот таймлайн где ты смотришь в превью тебе надо качество либо снижать либо еще что-то и подальше медленно работает они вегас и постоянно вылетает постоянные вылеты какую бы версию не поставил не оставлю там и последнюю версию последняя версия вообще на видеокарте не рендерит видео но вегаса у меня сейчас по моему 16 стоит вегас но невозможно вот допустим с камеры вот с этих вот фанасоников милое дело там этот там кодек а в.с. что-то как-то так называется вот а в.с. что-то там вот он допустим охуенный а в этом нет в айфоне там можно поставить более совместимые форматы в настройках но тогда памяти мало у меня в айфоне памяти очень мало и она тут же забивается 64 надо было брать айфон на 128 я ошибочку сделал ну ладно аванс ну конечно пришло лаванс мне аванс пришел потому что время я две недели отработал надень каску на день каску каска в машине лежит я все барахло по электрике в машине храню мне там стремянка на заднем сиденье и наносить заднее сиденье оборудовал взял картон от мебели заднее сиденье закрыл там у меня куча лампочек всяких разных этих джи лампочки вот эти вот люминесцентные маленькие там обычные и 27 там еще всякие светильники в багажнике целая куча там барахла всякого автоматы там всякая хрень вот на переднем сиденье у меня там заявки бумаги всякие все разложено там в бардачке там вот такое типа ключей от этих от горща домов там его прочего итоге у меня там максимально служебный автомобиль я сейчас его только для этого использую вот единственного он что-то последнее время от барахлит пиздец заебал блять мотор еле заводится сука марая со второго раза только заводится заебал не знаю с ним делать еще с ним брехи херово знает ей богу бля я не понимаю я честно сказать сразу скажу вот почему он плохо заводится нет ни одной причины у меня я не знаю что я в этом не разбираюсь я в чем разбираюсь это знаем здесь я без понятия может там свечи надо поменять может там я не знаю что ему еще надо там поменять там хуйню какой-нибудь датчик там поменять или там может ну стартер как бы крутит быстро поэтому точно не в стартере дело вот он знаете как-то заводится вот там такой ну там кнопка получается да старт-стоп называешь ее кнопку и не завелся да то есть как бы такой шипение потом вот вы что-то там потом вот так а потом второй раз нажимаешь и завелся а бывает и со второго раза может не запуститься но она мне не нравится конкретно еще он бензина много жрать стал сука жрет бензина я вам скажу 25 литров уже показывает на этой на прибор ну там у него есть этот экранчик блин на котором он показывает информацию я не знаю раньше он столько никогда в жизни не жрал он раньше жрал 14 литров максим максимум 14 литров сейчас он живет пиздец как скотина пока по 1000 рублей в неделю уходит а при этом я езжу только вот по комплексу в которого обслуживаю все равно расстояние там не стремянку сумка у меня тяжелый там у меня в багажнике опять же вот эти вот все головки на 17 на 18 эти орехи кручу но в том доме где ноль постоянно отгорает вот постоянно не катализаторов у него вообще нет у него вырезаны катализаторы и получается я просто я езжу но у меня там все говорю забито то есть мне нам и в багажник весь забит инструментом каким-то таким и лесенкой все 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 то есть я чисто только по работе на нем есть вообще я же сейчас вообще перестал куда-то ходить то есть я вот допустим я все хочу встретиться с этим с ретро блоггером майра 3d с канал вот один там есть блогер мы все с ним мы всем общаемся по телефону я все хочу с ним встретиться диски я ему хочу отдать там одни от playstation 3 вот а времени нет то есть я полностью загружен сейчас работа я по факту вот у меня вся езда моя это исключительно работа исключительно больше никуда нигде не двигаюсь я живу здесь работаю на нем и все с работы домой я езжу на нем и по объекту у меня в неделю 1000 рублей конкретно он сжирает всегда вот за 5 дней за 5 не засуну вот но субботу воскресенье этом тоже бывает заявки есть какие-то внеплановый но меньше и гораздо естественно субботу воскресенье это выходные дни короче страшно я не понимаю я не понимаю что с ним не так вот и для меня двигатель вот этот вот там блять это хуй его знает что-то может быть там миллион каких-то электронных датчиков там может там воздушный фильтр надо поменять но я его менял когда там не так давно год назад этом еще может быть я даже не знаю вот что-то по идее могло наебнуться даже есть там компрессия хуёвая в этом этом цилиндре за частным как говорят да и похуй у типа на на пяти цилиндрах он сто процентов должен работать даже если там нулевая компрессия была в пятом братья 5 бы вообще не работал там возьми свечу выкручить выкрути из пятого цилиндра что он не заведется что ли заведется потому что двигателю похуй у будет он просто не будет ровно работать без пятого цилиндра но будет работать а тут какая-то хрень я не знаю это блять да надо хорошего механика бортмахера но и блять не знаю я не знаю такого человека об километров но он у меня видишь еще бывает просто стоит наматывает то есть я бывает если заявка быстрая ну такая не ну я понимаю что там надо зайдем подняться на это что-то там быстро сделать там 10-20 минут вот то я его не глушу потому что его потом хуй заведешь ну как бы он заводится но хреново и это для стартера хреново там аккумулятор еще сядет потому что постоянно глушишь заводишь лучше заводишь он бывает стоит там не знаю там по 10 по 20 минут заведенный черт его знает может там форсунки надо почистить может залить в него эту хуйню от академика вот академик говорит вот заливаете вот эту чё-то какую-то там приставку для форсунок и она все там очистит все сделает можно в бак туда нахуярить это их присадок там когда называются академик все рекламирует на своем канале вот это постоянно во все машины льет там купил машинкам за 50 тысяч рублей туда залил блять она как новая стала не знаю может на йога конечно все на хуй его знает вот я думаю может залить ему если форсунки у него грязные взять залить какую-нибудь жишу что почистила топливый на слушный датчик надо посмотреть может быть и ремень не знаю я только не знаю как их смотреть то что я в этом хреново лакую плюс времени у меня нет даже как бы им заняться раньше когда было время этом в голландии постоянно что-то менял там сам генератор сам менял в голландии свеч постоянно в голландии менял но там в голландии свечи поменять было легко то есть там их четыре штучки они все сверху там эти катушки открутил там на каждая свеча своя катушка была ее снимаешь и все а здесь v-образный мотором такой бошки по бокам и там они чем-то закрыли там куча всякой там сложнее чем голландии тут так не поменяешь просто мод там нахуй разбираться блять и вот что-то вот где-то я не знаю мозги делает должно работать просто не продавать ему не собираюсь нахуй надо я с машину вообще не купишь нас машины это все это миллион минимум нормальная машина сейчас цены и другие стали вообще сейчас вон корее новый стоит 2 миллиона лада новая стоит миллион три сантом как инвеста там сейчас машины все ты машину сейчас вообще не купишь за эти деньги шею убрал сейчас уже ничего нет даже здесь в питере уже ничего не для работы машина подходит просто надо чтоб она заводилась нормально вот и все бензине бензин и не оплачиваем прошли будет еще бензина плачу меня не самая высокооплачивая работа у меня нету никаких оплачиваемых бензинов или сотовой связи хотя сотовую связь я постоянно не использую для работы причем в том числе интернет потому что там постоянно требует фотоотчеты есть там то недостаточно просто прийти и сделать заявку и надо сфотографировать сначала как было до на потом сфотографировать как было после но у меня случай был прихожу в доме 15 этажей вот дом новый он 20 по моему года сдача была его вот там еще не все квартиры даже заселены вот там люди покупают там вторички даже нет то есть там только вот люди заезжают первый раз покупают квартиру квартиру вот ну однокомнатная где-то пять с половиной шесть в зависимости от метража вот студия там что-то четыре с половиной где стоит маленькая естественно там квадратов 25 и все и прихожу заявка просто там от какого-то жильца типа вот там квартиру покупала освещение было там в лифтовом поле и вот перед дверью у меня не горит там светильнички светодиодные стоят я прихожу смотрю не горит но причем к вот частично есть какой-то один там на этаже светится коридоре остальные не гори я проверяю смотрю паза есть она леонет опа а вот это уже засада думают это уже хуёво потому что когда 0 есть а фазой фазы нет то это скорее всего горящий автомат выбила очевидно пошел включил вот а тут нового фанста есть она леонета и об твою мать а дом новый хрен его знает где ее искать эту фазу вот начал по этажам смотреть спускаться спускаюсь ниже не горит еще ниже не горит еще ниже на горит и так вот это за 4 или 5 там было ну как частично потому что в этих новых домах там говорю там два светильника с 1 с одной линии 2 с другой 3 4 там еще аварийное освещение еще какое-нибудь другое освещение там блять миллион этих линий надела на там все сложно ну и ничё смотрю сбоку стены идут какие-то щиты на каждом этаже такие дверцы и там просто вот внутри шахты ну и кабеля и нашел там коробка распределительная была на каждом этаже полазил посмотрел заложу коробку снимают кембрики провода с виду все чистое то есть нигде ничего не отгорало ничего не горело просто плохо прожатая скрутка была вот и куда смотришь а я смотрю за трансляция просто надо в эту смотреть сторону ладно буду в эту смотреть истор и смотрю за трансляд и годы там скруточка была плохо прожатая хотя по идеи должны сваривать скрутки ну вот то есть во всех распредкоробках там в квартирах там скрутили провода и сварили на конце есть специальный аппарат отбуд посмотрите же ебанули причем херовас то протянул скрутил самое главное найти тут все как такое в новом доме а вот так что в новых домах электрику зачастую делают по еблански то есть как она по проекту грамотная то есть сделано все хорошо провода толстые там на каждый там на каждую лампочку чуть ли не по автомату там и так далее то есть все четко там заземление просто везде этому ты в светильнике в потолочном там и гри сеток этих умотаться все автоматы то есть внутри квартиры в снаружи там только вводные автоматы счетчик вот причем счетчик менять допустим идеально потому что есть автомат свод на счетчик и с него еще автомат но такое уже не автомат размыкатель просто он размыкает и фазу и 0 сразу как бы сами сделано спроектировать нормально при этом есть дома где по ебански вот качество именно соединений там вот этих всяких ну или вот например дом который постоянно мозги бьет он года 2017 и там просто щиты сделаны по-ублюдски именно квартирные то есть там полная срань но это только в ролике я могу показать и я его снял если удастся смонтировать то покажу разницу счетов то есть меня есть видео где там открыл щит ну да мне в том щите менял счетчик там что мужик жаловался но сам щит спроектирован охуенно то есть там и там дом уже более свежим вот он 19 по моему где-то года это вообще не доебешься все соединение охуенные все прожата там сами провода вот даже допустим идут мягкие получается провода на 6 квадрат вот ну к счетчику вот эти все каждое соединение вот где именно подключение они обжаты этими гильзами вот и все вообще прям супер сделано а и допустим есть дом который строил тот же самый застройщик но только то есть кто делал электрику это другая компания дом допустим строит одна компания электрику делают другая этом подрядчик какой-нибудь мне там уже провода просто обычные там никакие гильз там такие дубовые что же но тоже толстый 6 квадрат меняшка там или 8 квадрат даже бывает вот нового сов 6 естественно либо меньше бывает 6 квадрат дубовые провода автомат где-то сверху в кучу в одну там по им пойди пойди какая на какой на какую квартиру там и самое главное вот эти вот отводы от линии магистрали максимально всрата сделаны нули и там они постоянно отгорают вот тут просто вот в коробках были скрутки говняцкие но они как бы на всем этаже говняцкие поэтому может с этого дома еще прийти аналогичная заявка что там цвета нет и надо будет прийти делать у тебя на лекс после простой нет давления топлива 7 держат форсунки или регулятор давление машина будет плохо заправить если еще насос на полудохло это еще хуже там смысл смотри какой то есть он может запуститься с утра нормально вот может допустим взять и с утра запуститься к примеру а может также мозги ибо он может вот постоял 20 минут или 10 и уже хуёво запускаться то есть там нету такого знаешь привязки ко времени что он там долго постоял плохо запускается или мало постоял хорошо запускаем всегда как час запускается причем он как бывает первый старт вообще нихуя а второй уже нормально вот может действительно как бы этом насос хуёво качает топливо непонятно надо разбираться я не знаю кто сможет мне в этом помочь кто там разбирается потому что этим петербургским сервисом отдавать я не хочу потому что это просто потеря денег это он у меня колесо пробил а так они 850 рублей взяли что платку поставить 850 рублей при том что колесо я сам снимал потому что я приехал уже на запасном и просто отдал им колесо им не надо было не ставить его не снимать просто золотой 850 рублей тут мойка была один раз в кудрово тут нашел мойку блять не охуел но я это самое не уточнил сколько это будет стоить 1700 рублей по моему он помыть машину но это чё блин это самое поэтому ну его нахер во вторых многие очень часто попадаешься просто на некомпетентных людей которые вообще не сами нихуя не соображают максимум там блять какую-нибудь хуйню поменять могут типа колодки амортизаторы там как рычаги там в двигателе разобраться там или еще что-то сделать заебешься в москве больше цены чем пире без понятия сколько в маске какие цены нет конечно я в кудрово не работаю на время там работа там заебешься работы там объектов сколько не когда я шарила мсдос у меня еще не было ключика который открывает все подъезда это он у меня только сейчас есть аванс я получил конечно не памяти еще не купил 7 я с аванса клавиатуру взял мне сиоми заебала мразь и разобью нахуй ненавижу просто блять вот это худшая клавиатура за всю мою жизнь насколько нами бесила поэтому зарплаты вон раздарился взял эту вот же так про мой форсунки а если эту залить в него херню от академика поможет как ты думаешь но он говорит что 5 вот заливайте эту шляпу в машину вас будет идеальная машина не знаю может действительно промывает так-то по идее по хорошему надо бы чего-нибудь там сделать не знаем уж топливный насос поменять в принципе это как бы сучом заключение ромы разбивать ничего не буду смысл в чем как бы заключается как бы по идее надо что-то сделать вот чтобы там может топливный насос поменять или еще что-то запчасти то недорогие как потому что эта машина она именно хороша тем что у нее все недорого стоит то есть они немецкий автомобиль то есть там куча контрактных запчастей с японии там куча запчастей которые подходят со всяких там дешевых toyota куча заменителей так далее то есть сама машина она в обслуживании по запчастям дешевые вот поэтому там нет проблемы заменить какую хуйню потому что там весь двигатель контрактный стоит там 1060 максимум вместе с коробкой причем вот не видись эта реклама там никто не скажет что херня может быть и так нет она и там и на холодную плохо запускается там говорю нету привязки горячим а то холодный мотор у него всегда странно хрен его знает нужно почистить дмр вы может быть может там дроссельную заслонку над почистить еще что-нибудь почистить там на просто тут это все в питере я не знаю кому отдавать цены ебануты ночью мойка 1700 рублей помыть машин 1700 рублей но они там вот на вам диски помоем машин помоем и 1700 рублей с вас охуенно вот этот мойка присадки лохотрон возможно вот я знаете тоже не верю особо вот присадки но так как в последнее время все автоблогеры пиарят эти присадки это капец ума сайте так они прямо хуевают от этих присадок выглядишь усталым сколько во время планируешь 3 часов до 4 наверное мне конечно сегодня под заебался бы тоже беготня все вот это вот то по подвалам он сегодня в подвал пришел там блять сыра ну там авария как бы так то он по идее сухой то есть говорю подвал этих домов они естественно такие там высокие достаточно потолки там как бы слуха нормально чисто относительно но но в этом случае была авария потому что там как раз техники там труба лопнула что еще протекала в итоге там пол там под затопило с освещением тоже надо было разобраться лазил там а там светильник и полностью трубы какие-то я на эти трубы залез они естественно все в пыли в говне бле заманился там завтра до завтра выходной завтра там могут позвонить там есть ну шабашки я имею ввиду какие бывает когда я не от конторы делают заявочку там от себя там я же телефончик оставляю там 0 вот там можете позвонить там все дела шорох так я сам переставил тут все меня тут занимался потихоньку после работы там решили немножко поменять все местами пост переставим там не я сейчас машину мою только на этом мойки самообслуживание там недорого здесь в питере их полно на каждом шагу эти мойки сам я вообще не мыл как бы уже месяца три наверное или четыре угадая каком идет речь поездов может сейчас я прочитаю важно на видеть это очень я месяца три не мой тут как бы дороги ты относительно чистый тут часто не надо мыть ну вот вместе с 3 не мою дождик там прошел она уже более-менее чистая ну как она с виду такая немного серовато естественно но в целом там не сильно грязные поэтому я ее не мою все на не не грязницы так как в тагиле там сто двести метров проехал и в говно грязное здесь он месяцами катаюсь и потому что более-менее дороги все чистые открытого грунта практически нет поэтому нормально вот а так вот последний раз я ее мыл на мойки самообслуживание там рублей 250 300 по моему где-то так отдаешь мойка в тагиле сколько стоит в тагиле машину помыть было 400 300 рублей где-то рублей 300 где-то было дешево дней здесь таких цен нет угадая ком идет речь ps2 кинетун девочка или краун плазма iphone рубашка клетку резидент лексус эфир кефирчик pvm ли он кеннеди пионер одни из нас бабушка но это обо мне естественно спасибо привет присадки не бери это развод потом денища пробьет недавно видел твой лексус у магазина короче шишка сразу стала вспомнил твои усики вышел из машины и как сли но это конечно любопытные донат пошли не ученика у меня не приставит у меня специфика работы такая что у меня никаких учеников здесь принципе быть не может вот это же не завод я на самом в тагиле я тоже укладывался за 120 рублей здесь цены на самомойки другие допустим в тагиле я в 100 рублей укладывался здесь очень быстро время текет то есть действие за 100 рублей в питере практически ничего не помоешь и вот только воду включишь и она уже через пять минут у тебя закончится здесь все очень быстро идет вот этот вот часы в мойках причем я в нескольких в разных был и они везде очень быстро текут здесь мойки как идут здесь есть даже мойки где отдельно пистолет с пеной допустим с такой густой ты можешь напенить так же как в обычной мойки допустим в тагиле там не было такой мойки там была одна только сама мойка ближайшие для меня не там пена была такая хуинская вместе с водой шла и особо ничего не очистить здесь есть мойки где там отдельный пистолет для пены там вот там все это делаешь а есть пылесос там всякая прочая хрень и от но это я вот мыл последний раз месяц от говорю три назад и наверное рублей там 300 ушло а но я знаю что у тебя вылетает на пока у тебя ведь память оперативки 2666 и 10 и 11 700 надо ddr4 3200 меня оперативка и норма да надо вот сейчас оперативку брать вот это вот наверное будет моя следующая покупка зарплаты наверно возьму оператив очки себе нормальный потому что вот эти вот 2666 первых я смотрел когда я монтировал большой видос там и и было вообще мало она была практически вся забита вот сколько там 16 эти гигабайт надо взять две плашки по 16 на 3 200 нормальный будет нормальный этого оперативку продать на хрен туманно сейчас нет тумана нету но ветрено холодно допустим вот в среду вообще замерз очень сильно причем заявок был до хрена но я же периодически так где дома близко я естественно этой машине не езжу потому что она и так плохо заводится если на ней еще там кататься на маленькие расстояния то нахер надо плюс там везде же парковаться надо еще найти тут запаркованы на хрен все подземными паркингами почему-то особо никто не пользуется потому что сколько я по ним хожу туда допустим где я обслуживаю тут каждому дому свой подземный паркинг то есть здесь не бывает такого что дом и подземного паркинга нет то есть дом паркин причем там как получается в дом вход одна дверь допустим в парадную вот вторая дверь допустим где-нибудь рядом это вход паркинг вот туда спускаешься и там огромная-огромная парковка там куча куча мест не знаю 100 например машина местом или больше достаточно много ну и плюс сверху еще рядом с дом тоже куча есть парковочных мест но не знаю паркинги плохо запаркованы потому что видно люди не хотят платить за квартиры по 6 миллионов покупают а за парковку не покупают не там аренда паркинга я видел объявления сдают где-то по 3000 стоит машина место полюс какая-то там коммуналка еще 1000 рублей по моему ну так в целом получается где-то 4000 в месяц за паркинг то если платить а если покупать то там по моему не знаю сколько он стоит забыл было какое-то объявление но забыл сколько стоит ну там как бы довольно таки хорошо как он там светло сухо тепло то есть там все внутри паркингов грамотно сделано он даже может подъемник поставить свой если захочешь типа на одно машина место на две машины использовать они предлагают там есть в горща группы автоматов которые все выключены это видно для этого сделано есть три или четыре счета где идут куча куча трехфазных автоматов и они все выключены не на какой-то резерв для возможен для подъемников нужно вот нету свеча экран не горит он вообще не подключен он выключена это на камеру так кажется ретро не ретро сегодня не будет сегодня наяривал боже мой можем опять донатики пошли смешные я за паркинг плачу 6 800 в месяц но это уже увидишь дорого достаточно как тебе такое кресло думаю взять такое стоит 19 990 трендер 3 но я брал по акции со скидкой за 14 у него знаешь не самая качественная кожа то есть у него возможно вот если ты долго сидишь может потрескаться вот эта сама сидушка так как бы она удобная достаточно единственного минусы какие то вот эти вот ручки не регулируется но конкретно в моем не регулируется хотя допустим в кресле в которое я брал там в тагиле за 6000 по распродаже правда за 6 тысяч там просто сливали остаток в метро магазин метро там регулировались вот эти рукоятки а здесь нет вот эти ручки не регулируется высота и вот кожа на сидушке она может со временем потрескаться там через полгода через год через полтора зависимости от того как сидишь но обязательно потрескается так еще один донатик привет вопрос есть три фазы на одна фраза 3 киловатта есть три фазы на 1 фаза 3 киловатта на второй фазе 3 кино вот 15 киловатт 380 раскидан на 220 на второй фазе 3 киловатт 3 фазе один киловатт будет перекос фаз нет возможности раскидать по фазам или нет мне кажется не страшно потому что я не думаю что будет что-то какие-то проблемы спасибо задано какой монитор купил бы за 35 тысяч не знаю я по мониторам не скажу что мне что-то нравится на мой взгляд из монитора вообще особо ничего такого крутого не обычные все же кашки на не все показывают примерно одинаково лампу повешу обратно скоро олижа расскажи правду как ты разбил ту плазму ты в тот день хотел подрочить на или а я спал внизу под столом и когда открыл глаза увидел твои мохнатые трясущиеся маленькие сморщенные яйца на пошли смешные веселые донаты я смотрю привет олег недавно посмотрел нарезку старую про твоего кота про говно на подоконнике и обмороке в ванной так вот было бы интересно узнать его дальнейшую судьбу что с ним случилось но он умер весьма преискорбно но он умер давным-давно уже я его закопал хранил больной кот был долго не позже сколько стеллаж стоил стеллаж стоил по моему 4 что ли тысячи рублей покупал в икее плюс красил его самостоятельно как те серии игр uncharted uncharted серия игр неплохая но такая очень нереалистичная допустим стрельба с одной стороны хорошая с другой стороны очень много врагов постоянно вот эти толпы врагов и они максим тупорылый то есть они берут тебя количество просто бегут на автоматную очередь есть допустим многие моменты которые мне нравятся нереалистичные такие как например стреляешь с рпг там в какой бронированного мужика он просто падает нам надо в него еще раз стрельнуть или допустим вот 3 uncharted в котором постоянно повторяющиеся одни и те же бои вот этим здоровый мужик выходит и ты его бьешь вот такими кутаешками или там однокомопочным таким способом убогим вот это там из и из раза в раз из раза в раз из раза в разом в целом как бы олег я зол уже говорил что коплю на весту в подарок отцу вот собрал один миллион триста тысяч договорились манагерам на пнд и вот как гром среди ясного неба центральный банк резко повысил ставку до семь с половиной процентов а значит пизде весьма прискорбно я с тобой меня тебя понимают конечно пиздец спасибо за ганат вот и короче говоря вот так вот нам видеокарты серии rtx ну я бы купил бы если бы была возможность про сейчас видеокарты rtx очень дорогие поэтому нереально если есть только у тебя есть большие деньги ты сможешь купить себе rtx нормально а так они очень дорого сует так как бы видеокарты крутые я в свою 1070 поменял бы там на 2070 или 3070 допустим за счет видеокарта можно размывать фон это очень круто подключая видеокамеру покажи какую клаву взял я тоже раскошелился взял на распродаже в сети link mx key за шесть к нога я ее же и взял не только за 7 взял на то что я не нашел за 6 вот она mx key очень крутая клавиатура я считаю одна из самых лучших но на мой взгляд вообще как бы это лучшее что произвело вообще человечество среди клавиатур то есть это наверное вообще не олег соси за лупу олег ты еврей тут так пошли оскорбительные донатики человек какой-то все не угомонит гадости пописать но это 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 очень плохо и так ладжи тег вот есть и здесь мы максимально удобно и максимально качественное устройство очень грамотно спроектирована и к я удобно нажимается островного типа кнопки есть подсветка естественно она регулируется вот то есть можно ее включить вот вот она светится причем как она вот когда ты ее просто положил и ничего не не делаешь она выключается подносишь руку она включается вот есть группа fn клавиш то есть регулировки громкости и яркости потом она подключается к трем разным устройством ставить специально даже приложение на комп может подключаться по bluetooth по адаптеру своему и можно быстро переключаться между тремя компания при можешь подключить там ее к телеку ноутбуку и компу и просто кнопочками переключать она тяжелая очень хорошо собрана не люфтит ничего вообще как бы идеально вот крайне крайне приятная вещь на мой взгляд это лучшая клавиатура за всю историю человечества которая создавала клавиатура что лучше клавиатуры я на данный момент не знаю поэтому взял ее короче говоря вот так но она как это как у ноутбука роман то есть такой же тип низкая короткоходные клавиши и все такое видел трейлер переиздания старых частей gta но к мы еще и сегодня посмотрим клавиатуры надо брать когда на хрена мне нужно компактно мне полноразмерная клавиатура намного удобнее компактно я считаю они не очень удобный клавиш мало клавиатура от apple хуже чем вот это клавиатуры от apple во первых клавиатуры от apple они плохо подходят к компьютерам обычным вот там у них допустим за место нужных тебе кнопок кнопок будет f16 там всякие кнопки не не в 12 мое почтение донатик хороший за ним летел спасибо большое братишь спасибо за поддержку такую отличную шикарную очень приятно аноним спасибо благодарствую спасибо большое у меня пяти дневка вот и поэтому для меня лично вот это лучше клавиатура от apple она намного хуже есть у apple хорошие вещи но это точно не клавиатур клавиатуры у них обычные такие неплохие но ничто к плюс для windows комп а вообще как бы неудобные что за people пошли платить человеку гадость это со времен создания этих стримов и донатов у всех так люди занимаются ерундой как зарплата в питере сда хорошая зарплата вон саньку бы можно было бы переехать жил бы тут кайфовал намного больше получал чем тагиле не гони на меня ска ребята не верьте этому обормот однажды когда бабушку уехала на дачу ты насиловал меня неделю почти каждый день пока я не скончался со смеху потому даже у меня член больше blu-ray player собираешься обновлять какой хотелось бы lx 91 или современный 4k эволюент во-первых 4k современный эквивалент это слишком дорого и слишком бессмысленная покупка потому что blu-ray фильмы я естественно уже не покупаю не смотрю то есть это чисто как такая коллекционная какая-то вещь просто интересная техника плюс посмотреть то что есть на фильмах а для этого идеально подойдет lx 91 поэтому его хочу в дальнейшем купить lx 91 71 продай ну это как-нибудь потом это не не горит прям эта покупка потому что blu-ray player как бы я считаю как бы эти деньги за которые просят набор рынке за 91 они завышены очень сильно потому что какой бы он там хороший замечательный не был это практической точки зрения очень такая вещь даже для меня для энтузиаста который там любит ценит там всякие технику там диски собирал там когда-то куча там blu-ray of умеете но даже для меня это как бы уже такая вещь которая не ошибка то нужная в быту вообще что уж говорить там про 99 других людей которым этот плеер там вообще и нафиг не нужен вот поэтому я куплю со временем 91 конечно но я жду пока появится какое-то там адекватное предложение которое будет именно равноценно тому что эта вещь имеет какой-либо смысл в быту то есть как бы по факту то эти плееры никому не нужны там несколько людей которые готовы их купить и все больше то их и нет допустим богатые люди у которых куча денег они вообще не интересуются особо всякими старыми плеерами но они как бы он пойдут купят там какой-нибудь современный если даже не какой-то player понадобится то они пойдут вам современный 4k эквивалент купит а и как бы людям которых денег особо нет то им плеер нахер этот не нужен поэтому я жду просто пока появится адекватное какое-то предложение возьму а так player по факту даже для меня типа ну типа даже для меня он просто будет стоять и все 99 процентов своего времени он будет стоять раз там допустим в три месяца я допустим там захочу посмотреть какое-нибудь кино на одном из своих блюрей дисков и включу да это это в лучшем случае скорее всего это будет происходить нас не знаю есть фильм который этом пересматриваю те же терминаторы но суть в том что терминатор допустим 1 2 я буду смотреть версию с каким-нибудь определенным переводом и плюс широкоэкранную версию которая ну полнокадровая вернее то есть есть на блюреях версия записанного с узкими рамками то есть она там 21 9 то есть там она сверху и снизу черные полосы а допустим можно с рутрекеров там всяких торрентов нам еще найти определенные ветки где ты можешь скачать версии фильма full frame то есть там полный кадр без вот этого обрезания картинки под кинотеатры и у меня вот терминатор и многие другие фильмы я скачал именно вот такие версии вот допустим там фильме терминатор 3 там можно видеть задницу главной героини ну вот этой терминатор штыкс как этом зовут актрису то я поэт забыл уже вот а версии для кинотеатров там обрезано все то есть там жопы не видно эти тоже обрезаны а версии для этого нет и у меня там все терминаторы вот такие версии не обрезаны плюс у меня там допустим в коллекции там терминатор тот же куча переводов там от пучков и там еще всяких там переводов и других а блюрей диск у меня допустим который в коллекции Терминатор, да, там тоже у меня, ну, допустим, вторая часть у меня там есть версия там 4К американская, она на английском, естественно, и с обрезанным верхом и низом. Есть там просто Blu-ray диск, Full HD, британский, тоже без русского языка. Второй, третий, четвёртый Терминатор, допустим, то есть, нет, не второй, первый, третий Терминатор, у меня чешское издание фильма, там есть русский язык. Вы посмотрите на усатого. Веселуха ему задонатил, будь счастлив, покупай реквизит, а этот хрен покупает ветровку от филонарод, такая без скидки под 78 тысяч стоит просто охренеть. Вот это да, да. Вот человек завидует, что вы поделаешь. Он говорит, реквизит покупает, а он херню всякую покупать. Ну уж, извините, куда деваться. Создавайте, как говорится, свой канал, развивайте его, делайте контент, люди, чтобы на вас подписывались, донатили за ваш контент, и дальше вы уже на своё усмотрение покупаете всё, что в вашей душе угодно, а именно всё, что считаете нужным и полезным для канала. А чужие деньги считать, как говорится, не камильфу. Поэтому, что я покупаю, на что я там покупаю, это сугубо моё личное дело, и оно не касается подписчиков и зрителей, которые смотрят на это и думают. Вот если, как бы, поэтому вот так, поэтому не нужно завидовать и говорить, вот посмотрите, там он купил какую-то ветровку или ещё что-то там, что вы считаете ненужным. Ну, я покупаю то, что я считаю нужным. То есть, у меня нету такого, что я вот-вот пошёл, там реквизит именно, там, или ещё что-то. То нужно, то и покупаю. Нужно купить реквизит, куплю реквизит. Нужно купить ветровку, куплю ветровку. Поэтому у меня здесь нету никаких градаций, и единственное желание, это вот создавайте свой канал развиваете и дальше уже тратить там донаты куда вашей душе угодно все а зависть это зло на зависть это зло поэтому когда будете завидовать всем ничему хорошему это не приведет вас это богаче не сделает ты вроде как говорил что ролики делать будешь про ретро брайт ретро брайт не я уже забросил эту тему там чё-то она зависла эта херня с ним ретро брай там бери такую как у меня две плашки по 16 одинаковые такие что были и дешевле и хорошо память hyper x 16 гигабайт ddr3 200 не но можно их брать как dark souls но я скорее всего на суббота воскресенье буду играть когда дарксона вот сказал уже на обзоры на проекционный телевизор да нет не забросил еще будет время снимем обзор на проекционный телевизор и там я уже говорил сложности с их транспортировкой покупкой и прочим но в целом в дальнейшем в планах будет наверное давайте переходим что с рабочей недели будешь работать с 1 по 7 мне у меня нет таких выходных празднич потому что там же у меня зависит работа по заявкам от жильцов там это обслуживание зданий поэтому в моем случае у меня там нету выходных каких-то и вот этих всяких праздников там и прочее просто работаю хуяре все у меня единственно пятидневка все среду может но в среду не получилось работы было много среду работы было дохера поэтому не вышло давайте к новостям переходим потихонечку так итак давайте переходим к новостям для новостей не так много конечно хотелось бы но кто-то да есть такой вот у нас разговор будет итак первая новость 8 лучших ресиверов для домашнего кинотеатра рейтинг октября 21 года так очень осень время традиционного урожая так ну давайте посмотрим какие тут нам предлагают ресиверы просят по нынешним временам весьма скромную сумму а возможности модели предполагаю отличная система с force про фронт саунд обеспечить отличные характеристики пространственного звучания так и же мои входы работы в 4к 60 герц ну это 20 ждем и сколько у нас тут системе 512 или 72 то есть долги атмос он поддерживает dtsx 145 ватт на канал но максимально простой ресивер не знаю очень хорошего в нем на мой взгляд sony ресиверы так себе а уж это то и подавно но времена нынче таковы ли что за 40 ты покупаешь теперь максимальный бюджет то есть когда-то вот допустим когда когда в четырнадцатом году покупала ресивер покупался ресивер как он кило 614 по моему что ли модель это был прям средний бюджетный ресивер за 40 тысяч можно было еще лучше взять за 40 я брал свой lx 85 охуевший пионер топовый но правда бы уж на тут ты за 40 и снова покупаешь ну просто дно то есть вот ресивер в котором подключение каналов осуществляется вот такими нажимными клеммами а из аудио входа выходов это опять верните 54 hdmi входа и один выход и все то есть это 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 какой-то вот максимальное днище то есть это ну не знаю в те времена когда я брал свой он кио вот это стоило примерно наверно тысяч 10 рублей максимум а то и 8 то есть это максим даже тот первый динон мой был это более высокого класса чем вот этот ресивер даже тот мой первый динон 1300 что-то там имел полностью винтовые клеммы кучу разъемов рождения мая в больше во времена когда рождения мая были не основными разъемами ну то есть это вообще пиздец 40 тысяч за это 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 какой-то ужас потому что но это ресивер блять уровня 8000 рублей это печально идем дальше так он кио 997 ну вот это уже гораздо более серьезный конечно аппарат 900 серия он кио красивый дизайн стильный мне вообще нравится дизайн он кио но опять же эти ресиверы греются как скотины хорошо всего где они все греются я может быть новые модели они уже исправили свои платы масса 18 килограмм система 72 165 ватт вот у него уже по разъемам должно быть но прилично естественно за какие-то деньги грамотный аппаратик что у нас получается но это маловато даже такого уровня ресивере он сколько у него тут получается у него два компонентных входа это именно наверное все таки в компонентные входы а далее он их преобразует в hdmi что есть hdmi входов два выхода мне кажется 6 маловато для такого класса ресивера вот всего лишь два композита тоже маловато сабвуфера 2 2 выхода на сабвуфер ну и эти самые аудио им но опять же у него нет выходов без усилителя то есть он как процессор не может использоваться есть допустим если мы его покупаем то во первых мы его не можем использовать как просто как усилитель потому что у него нету просто входов допустим таких как например там центральный канал там фронтальные каналы тыловые каналы то есть отдельными ходами такого нет мы не можем его использовать как процессор потому что у нас нету выходов просто дублирующих вот эти каналы то есть без усиления это вот чисто просто ресивер хотя опять же за те деньги что его продают могло бы все это быть но этого нет поэтому лучшим его ресивером я бы не назвал я 4 ома колонки даже работает маранс н.р. 1711 какой-то такой низкопрофильный маранс достаточно 83 килограмма на этот кабанчик 18 весь но 8 и 3 соответственно и радиаторы и усилители послабее там будут что тут у нас и мощность 90 ватт на канал потому что он узкий такой маленький система 512 нахрен он нужен за этот маранс я не понимаю то есть ты поплатишь 90 тысяч рублей за получается ресивер который 512 всего 90 ватт на канал зачем он нужен я не понимаю какая-то ерунда есть честно завидуешь другим блогера поставить что у них больше донатов вообще никому не завидую мне абсолютно насрать сколько там у кого доната и так далее может вы завидуете а я никому не завиду мне вообще абсолютно наплевать сколько там у кого других блогеров донат я просто как-то показывал речь за это заходила я говорил вот смотрите там есть блогер это это кем-то столько тогда на кем-то столько как пример как интересная особенность мышление в интернете а сколько кому донатят мне абсолютно без разницы поэтому я никогда эту тему не это самое не говорил в плане того что вот я вы знаете то мне без разницы поэтому если ты конкретно вот кто ты задонатил хочешь со мной про это поговорить напиши мне в личку вот скажи вот я считаю это это а то что там кидаешь вот 100 рублей и говоришь вот ты завидуешь но и чем никому чё ты доказал что я там кому-то чему-то завиду никому ничего не завиду мне вообще фиолетово на все абсолютно не он работаю на работе мне похуй убить потом счетом как там блин и так ладно переходим к следующей новости по слухам lg выпустит 97 дюймовый oled-телевизор корейское издание корея без player поделилась информация о планах компании lg выпустить 97 дюймовый oled-телевизор правда новость новость носит характер слухов и относиться к ней надо к ней со здравой долей скептицизма а еще если торговаться за 20 забрать круче чудесно пара но не мне нравится гачи мучи нет мне такой не нравится oculus quest 2 128 гигабайт новые запечатаны плюс игры вот смотрите мне сказал один человек что вот на этот шлем типа ставится resident evil 4 vr хорошо и он говорит вот по стриме он и ему сказал что я тогда этот шлем есть куплю его не продам никогда в жизни а брать шлем ради одной единственной игры это перебор то есть нахрен это надо как бы я там четверку не любил набрать ради одной игры которая скорее всего один раз жизни только поиграю потому что навряд ли я буду мне переигрывать я думаю что нет смысла поэтому так то хотелось бы но не знаю вот думаю просто продать ему потом невозможно будет если бы можно было бы его купить пройти игру а потом его продать но это абсолютно невозможно потому что он никому не нужен я считаю поэтому их так много на авито и продается а еще непонятно даже есть типа ты его купил игру ты поставишь как с него стриме то есть в нем получается все железо то есть игра ставится не на комп а прямо на шлем загружается в него то есть у него типа 128 гигабайт памяти встроенной как же half-life алис насчет алекс я не знаю поддерживает он ее или нет но в принципе алекс ну две игры хорошо вот получается в него закачивается игра и ты играешь но как с него стримить тогда как ты покажешь зрителям то что ты видишь никак получается лишь не можешь захват сделать картинки с него если он он устройство все в одном из таком к ним по беспроводной связи там что-то там передает он тут у него есть тайп си для подключения к пк можно по тайп си подключается к пока и что там выдаем при нам узнает короче вот такой шлем идем дальше дисковод электроника вот такой вот дисковод электроника зато евро вилка извините и дискетки вставляется он к своему компьютеру подключу это дисковод и буду диски наяривать нормальная тема смотрите какая нет советская электроника она имеет свой шарм но не одна западная электроника так не выгодно по крайней мере если только каких-нибудь сороковых пятидесятых годов потому что советская техника при том что я вам еще не удивлюсь если вот этот сундук был выпущен где-нибудь там в какой 90-м году забавно то что вот посмотрите тумблер кабель такой из поливинил холоридной просто оплетки не не выплавлены кабель как обычный да вот именно просто там отдельные жилы просто кабеля в которой просто одеты трубка на них вот и кабель представляет вот такой вилка опять же не выплавленная там по форме да а просто вот обычная разборная массово вилка вообще как бы в советском союзе вся электроника она зачастую не имела какой-то узкоспециализированных моментов то есть она вся строилась на распространенных деталях то есть не делались узкоспециализированные специально микросхемы под конкретно одну вещь а была какая-то просто массовая микросхем на которой все что-то там делать массовые какие-то детали там шнура там вилки переключателя кнопки то есть вот и потом вот такая вот общая такая кондовость наблюдается допустим не было узкой специализированных разъемов были вот там допустим день 5 там и вот эти вот там много штырьков и их дел какой-нибудь определенный завод и у этого завода все остальные завода эти разъемы закупай никто там не делал как в какой-то не знаю западной приставки вы нибудь специализированный разъем тогда просто брался там вот есть дин 5 там и вот грубо говоря компьютер и там и выход напряжения там и видео выход и джойстик и там клавиатура еще какая-то херня и дисковод и все на базе этого одного единственного разъема который вот во всем союзе распространялся надо сделать какое-нибудь устройство на базе микросхемы берутся стандартные микросхемы его там просто пеноплату их делают они делают там одну маленькую как где-нибудь магнитоле sony вот это такая некая специфика советская аудио-видео электроники пломбы характерные опять же пластиковые из пластилина такие вот это из вот эти разъемы замечательные болтики шли под шлицевую отвертку общая такая кондовость конструкции какого года 80 9 но я как и не ошибся то есть практически вот я так и знал что он примерно 89 но выглядит как будто из шестидесятых вот это забавно это забавно и приятно поэтому советская электроника она имеет некий такой свой шарм и интерес очень крутой и за это я ее люблю так идем дальше материнские платы 386 но это у меня такие платы в свое время были они очень забавны тем что у них встроенный процессор забавно это именно то есть процессор встроен ну либо распаян на платье допустим 386 хотя не с чего я процессор строение пищу не встроен процессор процессор вот здесь вставляется вот в этот сокет вот а сюда вставляется с матичным антиматический суп процесс вот так будет правильнее сказать то есть вот у них стоит процессор 386 dx керамический прекраснейший просто аппарат опять же у нас тут стоит маски контроллер bios чипсет оперативной памяти в виде 30 пиновых сим модулей 16 битной и сашина и плюс 8 битной и са шли на для того чтобы все это заработал нужно контроллер жестких дисков контроллер там портов ввода-вывода видеокарта аудиокарта да и нашла приятно идем дальше сервера с хрена сего у человека серверов его перный театр боже мой сколько серверов сколько сервера это сервера не знаю конечно многие люди мечтают и серверов но таком количестве сервера не короли серверов прям на хрена себе какой корпус смотрите блин материнская плата это на каком-то с не сильно старом сокете кстати но не 775 потому что другой как сервер на не забыл как он называется или чё это у нас смотрите плата с power pc процессором от ibm вот это да приносим контроллер sata дисков корпус этот огромный конечно не хорошие вещи на авито конечно тут я не спорю авито это как кладезь разной электроники техники вот кроме авито ты больше нигде не купишь вот такой автомобиль kia tavern но вы гляньте только на этого красавчик то есть то времена когда корейцы делали вещи корейцы просто сделали а бомбезный автомобиль вот так он выглядел это была шутка естественно вот он там и на истает ставана из вот это мне машина нравится прикольная такая тоже полный привод охуенные велюровые сиденья мягкие автоматическая коробка передач темно-коричневая торпеду тоже такой дизайн раскраски интерьера охуенный реально такую машинку взять полностью восстановить охуенный аппарат 250 тысяч калькулятор советский нашел кассеты с играми смотрите какая кай кстати вышел же новый lexus lx вы видели дизайн нового lexus lx но вот крузак новый вышел вот он вот он вышел новый крузак но неплохо смотрится я считаю прикольно мощность 300 лошадиных сил стоит 5776 от но это минимум плюс там надбавки дилера там скиза духовцы без которых ты не сможешь купить его и так далее но знаете мне кажется все таки старые как-то более брутально смотрелся что ли целом вроде неплохой целом прикольно пары светодиодные такие зеркала вот то что сейчас делают на дверях прямо на стойках дверях мне это не нравится мне больше нравится когда зеркала торчат вот отсюда вот салон но салон странные у тойоты в современных дает салоны странные такие кнопки куча всяких эти кнопки старт-стоп стала с датчиком отпечатка пальцев но поменялось приборка такая стала полу цифровая такую вот видите вот такой дизайн какой-то странного так но в целом для внедорожника как бы прикольно чем есть обычная кнопка старт-стоп есть вот эта херня с этим сенсором и на такой вот кружок но он стал и они также выпустили дает а новый этот lexus lx ну вот я смотрел просто вчера ролики lx 600 он теперь называется него там вот смотрите но чуть-чуть автомобильных новостей еще не ввели qr-кода не qr-кода еще не вели короче вот он новый lexus во первых по двигателю сейчас не будет в 8 только в 6 турбовые как видите все производители отказываются от надежности в угоду вот этой экономичности там и прочим и прочим в итоге двигатели теряют объем уходят легендарные в 8 и приходят вот эти turbo в 6 гораздо менее надежность сразу скажу вот той надежность который дает атмосферный в 8 никакая turbo шестерка вот это не даст никогда в жизни но сейчас тенденции в автомобильном мире таковы что как бы все становится менее надежно но зато там экономичным экологичным и так далее так далее в общем они что в грузаке что в лексусе убрали восьмерку в 8 будет только в 6 они естественно мощнее как бы чем тот в 8 старый но за счет того что это turbo и так далее тогда бензина там меньше тогда вот ну вот так вот выглядит этот мотор в целом то конечно внушительный коробка такая длиннющая рама рама тормоза естественно серьезные вот дизайн вот этот вот это получается выглядит f-sport у него вот решетка радиатора такая черная обычный lexus у него вот такие вот хромированные типа пластиковые элементы на морде фары матричные светодиодные стали очень красивые стали вот эти всякие изгибы и так далее теперь уже наверное не сделаешь старый lexus под дизайн нового как раньше делали знаете как брали lexus 2008 покупали комплект накладок всяких там капота вот бамперов фары там вот эти треугольнички и из 2008 года делали там и по 2016-15 дизайн раз это уже не сделаешь я думаю как бы больше дизайн сильно поменяли именно вот кузовные всякие элементы и жефа зеркала стали там на дверях как сейчас принято там задница очень сильно поменялось у него есть еще вот эти вот капитанские vip кресла на задней части то есть когда сзади два кресла такие раскладывающие как у toyota alphard например система мультимедии вот стал вот такой странный очень тут вот кнопка старосток с датчиком сенсором отпечатков пальцев кнопочки вот это вот просто пластик под алюминий естественно это не настоящий руль опять же вот мне не нравится в новых машинах то что делают такой руль кожаный со вставочками из дерева я считаю что лучше полностью деревянный руль это круче но в новых лексов такого нет контрастный салон разного класса вот эти супер фары но фары шикарные конечно новых машин и задняя часть вот такая одна узкая пара как у марка 90 только круче вот сбоку ну и вот немного поменялся то есть поменялся вот этот треугольник вот эти всякие выступы поменялись не знаю на мой взгляд машин прикольная конечно но стоит будет как квартира в москве миллионов 10-15 минимум скорее всего десятку вот с очень интересно а какая разница возможно или невозможно купить мне в принципе интересен вот как бы автомобильный рынок и людям которым интересны автомобили они смотрят машины не только те которые можно или можно купить вообще в целом смотрят за тенденциями что есть в автомобильном рынке какие бывают машины вот допустим того же помню до выдачи я уверен что смотрит 99 процентов людей которые не смогут себя купить то что он показывает за какую именно рекламу я рекламу никакой не делал алексу спасибо за рекламу пожалуйста всегда пожалуйста как говорится вам спасибо за поддержку это естественно шуточка я так понял но смысл в том что люди смотрят про машины про поезда ты же смотришь на пусть вот я допустим смотрю люблю смотреть всякие ролики про поезда железнодорожную тематику или про авиа авиачастом про самолет не значит собирались поезд себе или самолет купить тоже самое здесь то есть автомобили для меня это не только средства передвижения то что я могу купить мне в принципе интересно что делают что выпускают автопроизводители какие модели появляются какие технологии в машинах применяются то есть это поскольку у меня техно канал ориентированный на технику но не только на технику вот тип приставки или там телевизоры меня интересует частности любая техника там и поезда интересует подводные лодки машины те же достаточно сильно меня увлекаюсь автолюбительством вот поэтому для меня например был интересен выход нового lexus lx ваш прикольно интересно посмотреть что сделали там он микрофон союз вот что действительно дорогое вот это я понимаю это пиздец моталки микрофон союз стаса и как просто еще такой еще одного стримера просто стримит играет в игры и не такой микрофон и ну конечно я скажу так микрофон из выполнен как произведение технологического искусства мне не вопросов у меня к вам никаких я далеко не ваш клиент вашей компании по производству дорогущих микрофонов просто я как вот технически опять же вот этот микрофон я естественно покупать его такой никогда себе не куплю но как техно задроту и любителю техники мне интересно посмотреть что за гаджет такой любопытный что за микрофон и вот например на этой фотографии он конечно красиво сфотографирован то есть лампа навесной монтаж радио деталей ручная сборка забавно конечно поставляется вот такой коробочке предусилитель причем предусилитель знаете тоже выполнен в таком дизайне советской техники что удивительно и за забавно любопытно конечно будет будешь свой лексусом были бы деньги то свопнул конечно сейчас пока что не планируется подобное вот электроника мк 85 сушить хорошая вещь микрокомпьютер кожаный чехольчик конструкция советский блок питания советского пластика прям полный комплект смотрите какие по сути микросхемы вот наравне примерно как с каплей то есть корпус микросхемы такой специфический ну конечно микросхема капли и и можно отпаять заменить но такая советские микросхемы часто в таком корпусе выполнены были но прикольная вещь до металлические забавно о кассеты с играми вот это да вот это поиграть можно смотрите как раньше люди играли в игры он сторона а какие-то игры сторона бы такая такие-то игры все вставил кассетку загрузила играешь вот это люди играли допустим я не застал конечно такое время вот и игры на кассетах я уже так скажем игрок с времен донди так называемой приставки донь и вот именно игра игры ни хрена сенки для писи продают игры какие-то хрениц как всему я игрок времен донди а вот и вот спектрумисты так называемые раньше были люди и на их называли спектрумистами это любители спектрум и они вот играли на вот спектрумах у них были магнитофоны они вставляли эти кассеты и играли с них нет конечно все любопытно кто-то вот играл вот в такие игры да конечно вот эти вот всяких дисков тоже полно раньше было пиратских от писи сейчас по выкидывал большинство большинство пораздавал старые игрушки вот мафия кстати редкая от ее и по сложно достать хорошая кстати издание от 1с с потому что мафия первое допустим в стиме она без музыки там самой главной поэтому допустим достать вот такой диска дело хорошее но опять же на хрен он уже потому что можешь старым то скачать хорошую версию очень понятное дело ладно на этом будем закругляться не спектрумиста синклерии вот чтобы их называли синклеристами я первый раз такое слышу но спектрумиста я очень часто слышал у лампы напряжение накала вольт 400 неужели есть смысл такого но там для этого и есть этот блочок дополнительным предусилитель для накала и так далее словарный запас олега да это я просто некоторые слова каверку не обращайте внимание делай поиск техники за день да ну зачем нахрен это надо микрофон типичный шур только за 200 да не я думаю что там другой совсем уронно это конденсаторный микрофон а шура sm7b если имеешь ввиду то это вообще динамическим микрофон ладно до свидания дорогие друзья до свидания всем пока да там спам просто дмитрий удаляет это ерунда все нормально все мне никто ничего там никакие сообщения лишними на просто некоторые сообщения он тут были куча на людей написал когда будешь стриме dark souls я я уже ответил по этому поводу несколько раз поэтому естественно эти сообщения собственно модератор удалил поэтому нормально ничего такого я уже поэтому dark souls много раз сказал за скину там просто спам сообщение стерли еще так ну что дорогие друзья на этом всем спасибо всем до скорых встреч чуть-чуть посидели потратили сильно долго не могу сидеть но в принципе нормально я считаю 1 24 посидел покайфовал поэтому до скорых до скорых встреч до всем всем до свидания вот одни и те же вопрос так так и есть до до скорых встреч всем до свидания ближайшее время есть получится по стриме dark souls то есть с как и сказал сделаю анонс в сообществе потому что стримить буду на лайв-канале но сделала анонс на этом и так всем пока им до скорых встреч всем до удачи на я отчаливаю уныло но тут уж как говорится после работы я не могу тут прям супер по каким-то быть максимально энергетически заряженным поэтому как получается уж стремлю вот я считаю нормально посидели потарахтели новости обсудили дело хорошее как сбросить плазму до пионер за заводских настроек это сложно и однократно тут так не отвечешь затруднительно там ну как не то что затруднительно просто я лично уже не помню конкретно и по очередности манипуляции действий я это делал только на lx 508 и делал это давным-давно поэтому забыл до свидания всем пока